так народ всем доброго дня сегодня у нас интересное видео будет оно посвящено не обслуживаемым аккумулятором а именно почему их не стоит сейчас покупать собственно недавно обратился ко мне парень и у него приключилась очень интересная как бы ситуация именно с не обслуживаемый аккумулятор в начале этого видео хочу ну как бы напомнить немножко у меня конечно есть друзья видео видео будет по ссылке как выбрать аккумулятор там прям все разжевано от и до но я сейчас хочу напомнить какие аккумуляторы у нас есть какие у нас обслуживаемые какие не обслуживаемые так друзья смысл какой если как мы знаем аккумулятором оставят свинцовые пластины если просто оставить свинец банках он у нас будет очень быстро осыпаться то есть свинец сам себе мягкий и от температурных расширения от заряда и разряда постоянного он у нас будет осыпаться поэтому что придумали ученые добавлять какой-то маленький процент других металлов которые делают пластины более крепкими металлов там или других каких-то элементов собственно самые первые аккумулятор у нас были с добавлением судьбы сурмянистые аккумуляторы вот они у нас являлись обслужены почему потому что при добавлении судьбы свинец при уже полном заряде аккумулятора там допустим когда он набирал 12 целых там 7 десятых вольта он начинал у нас очень сильно бурлить то есть шел нас электролиз и то есть вот этот пар у нас сильный шел если бы мы его запечатали сделали бы не обслуживаю вы просто бы разорвало никакие маленькие клапаны по бокам вот эти клапаночки нас бы не помогли 2 аккумулятор у нас был полностью не обслуживаемый у него конечно ну как полностью не обслуживаемый сложно так сказать то есть нету доступа до банок нет вот этих пробок которые сверху есть то есть мы физически не можем дойти до этих банок добавить туда электролита добавить на дистиллированные воды там в общем посмотреть плотность там и так далее то есть он как бы не требует обслуживания но у него есть по бокам аккумулятора на крышке есть специальные выводы когда он начинает бурлить внутри то есть выходит этот пар и добавить обратно очень проблематично у него вот у этого не обслуживаемого аккумулятора как правило в пластины вместо судьбы добавлялся кальций то есть он был кальциевый аккумулятор да то есть свинец добавлялся кальций а кальций у нас позволяла вот этому процессу электролиза процессу бурления происходить при более высоких вольтах там при 15 вольт и поэтому когда он заряжается от генератора не у такого бурного бурления его можно в принципе запечатать но это если очень грубо и есть третий вариант аккумуляторов это гибридный когда например одна пластина у нас с судьбой а другая пластина у нас с кальцием то есть вот они сочетают себе плюсы и минусы тех и других аккумуляторов сейчас я не буду расписывать все-таки у меня в статье про выбор это есть вот он тоже является обслуживаемым потому что все-таки есть судьба и там все-таки более вот это вот газовыделение бурное чем у кальциевого аккумулятора какая ситуация произошла с моим читателем с моим зрителям собственно автомобиль toyota corolla там шесть или семь лет сейчас суть неважно получается так что сдох аккумулятор он приехал специальную контору который продает аккумулятор ему замерили электрооборудование к или все нормально у тебя генератор там нормальный ну просто пришло время там шесть-семь лет аккумулятору ну пришло время его заменить и он где я смотрел твои видео и долго в общем-то очень сомневался выбрать ли обслуживаемый выбрать бы не обслуживаемый у меня греть стоял необслуживаемый аккумулятор вот и вроде как все необслуживаемые аккумуляторы они стоят дороже там bosch варта еще какие то другие именитые вроде кажется что они как бы лучше то есть они кальцевые они лучше там и так далее и тому подобное не обслуживаемые там гибридные технологии до они вроде кажется как бы немножко похуже эти аккумуляторы но в общем как я очень долго колебался какой же выбрать в итоге выбрал там варту либо сейчас я точно не помню очень воткнул себе не обслуживаемый аккумуляторы ездил и он говорит знаешь через несколько дней у меня там прям хоп все приборы старее ярче гореть там через три что ли или четыре дня там по моему он так написал все приборы стали ярче гореть и все блин я думаю ну вот прям новый аккумулятор все замечательно но горит проходит два месяца он по моему северного региона и у них бахают морозы там ну не сильные там минус 10 что ли градусов он как-то так вот сказал минус 15 градусов и получается так что автомобиль через пару месяцев у него не заводится новым аккумулятор блин чё за фигня открывает капот смотрят на свой аккумулятор а у него вот где вот есть вот эти вот клапаны сброса давление да вот в этом неослужен аккумулятор вот такие белые потеки по всему аккумулятору болин чё за фигня короче запустил автомобиль там спускача с другом едет обратно в этот магазин приезжает в этом магазине начинаю там смотреть это аккумуляторы в итоге получается что у него упал уровень электролита причем конкретно там как-то его просветили по аккумулятор то есть можно фонариком чисто посветить и посмотреть что пластины оголились причем оголились достаточно конкретно ему электрика этот говорят ну все давай замерим твой допустим автомобиль начинают замерять а у него идет конкретный перезаряд идет конкретный перезаряд и и причем получается что это конкретный перезаряд как раз таки получился через там 45 дней то есть когда эти приборы мне ярче стали гореть он то подумал что это новый аккумулятор такой эффект дал а получается что накрылся реле регулятора он говорит но реле регулятор я заменил то есть это мне так дорого стоит доехал там на генераторе ему поменяли то есть все нормально там адекватных денег стоит что делать с аккумулятором необслуживаемый аккумулятор там bosch или варта что с ним делать то есть он говорит я говорю этим ну добавьте туда как бы дистиллированные воды ну как бы надо даже сделать нормальную плотность этого электролита на что ему электрик говорит туда просто так не добавить электролит то есть вот он тебя выкопил ты вроде как сам виноват он говорит ну да я не отрицаю ну просто ушами прохлопал то есть кто знал что через четыре дня так все это дело у нас случится он говорит ему какой электрик выход есть можно просверлить как бы дырочки над каждый из банок и через шприц туда добавить вот этот а дистиллированную нашу воду но гарантии у тебя на этот аккумулятор уже не будет то есть будут просверлены дырочки будет вмешательство в общем сам виноват там ляля то поля никакой гарантии нет могут я брал как раз таки именно из-за гарантии что там по моему два или три года на варту дают либо на bosch и он говорит сейчас это так обидно блин надо горит брать брать было обслуживаемый именно обслуживаемый аккумулятор чтобы можно открутить чисто было физически эти пробки добавить туда дистиллированной воды и все нормально то есть аккумулятор остался бы на гарантии что сейчас получается у нас в сухом остатке конечно они просверлили эти дырочки то есть заправили дистиллированной водой зарядили слава богу осыпание пластин там никакой не произошло замерили плотность все нормально то есть запаяли эти дырки аккумулятор сейчас работает но он уже не на гарантии друзья к чему это клоню сейчас кальциевые аккумуляторы вот все там говорят что вот кальциевый аккумулятор это прямо сейчас пик и вершину там эволюции но про это знаете есть у меня отдельные видео у него у кальциевого аккумулятора есть свои минусы да он не переносит глубоких разрядов он стоит дорого если особенно он не обслуживаемый вот мне кто-то я смотрел видео да на одном канале он говорит ой да я там разряжал этот кальциевый аккумулятор сто раз там и надписи даже да там на аккумулятор есть устойчив глубоким разрядом друзья по своей практике да по своей практике 5 разрядов глубоких и он теряет 50 процентов емкости купите новый аккумулятор с этой вот надписью до устойчив глубоким разрядом разведите его пять раз в ноль потом зарядите во первых его заряжать нужно будет очень скажем так сложно его зарядить там неделю правильно нужно будет заряжать там чтобы вывести и после этого замерьте его емкость после пяти разов вы его практически не сможете запустить в морозы автомобиль даже если у него это есть наклейки раньше два буквально два раза там два-три раза и все то есть он не на сто процентов к терять емкость но он теряет критично емкости вы не можете запустить ладно это то что касается кальций аккумуляторов но смотрите если вы думаете купить именно вот кальций аккумулятор покупайте обслуживаемый сейчас кальций аккумулятор есть у нас обслуживаемые они есть сверху с пробками либо гибридный это кальций плюс либо кальций слэш sb то есть кальций и сурьма либо кальций кальций они есть сейчас обслуживаем берите именно обслуживаемый аккумулятор чтобы у вас не получилось как вот у моего читателя если вы вы мне может сейчас все там сказать блин а вот если я возьму обслуживаемая какой там lexus да у меня lexus у меня аккумулятор стоит в салоне или там в багажнике у меня будет вонять не друзья обслуживаем аккумуляторы с пробками они сейчас идут точно так же как необслуживаемый то есть пробки у них герметичные они закручиваются зачастую но по бокам у них есть два клапана сброса то есть когда у вас будет идти перезаряд они просто давление скинут вот эти вот скажем так вот в эти два клапана и все и друзья подводим это смотрите покупайте как я вам советую обслуживаем аккумуляторы они сейчас есть и сурмянистые сделанные по старой технологии они сейчас и гибридные то есть кальций плюс sb то есть кальций и сурьма и есть просто кальциевый то есть сверху находятся пробки по бокам вот эти два спроса колдва клапана для сброса давления чтобы не было мучительно больно за потраченные вот эти вот ваши деньги вот если бы у парня да он купил бы он горит у меня был выбор купить или кальций или гибридный гибридный был с пробочками могут если бы я купил гибридный я бы открутил эти пробки да ну вот этим даже электриками они открутили пробки бы добавил туда дистиллированной воды там замерили плотность зарядили его и все он был бы на гарантии он говорит а сейчас я отдал кучу денег реально кучу денег там что-то сейчас я просто боюсь дурой там 7 или 8000 отдал за это аккумулятор и получается он не на гарантии когда можно гибридный был аккумулятор купить всего по моему за четыре там что ли тысячи рублей ну в общем вот такая ситуация я думаю тут есть над чем подумать я думаю это видео будет вам полезно обязательно подписывайтесь на мой канал ударяйте в колокольчик будет еще много интересных видео на этом друзья все всем пока